здравствуйте с вами информационно-аналитический сайт альтернатива и я его главный редактор андрей важен последнее время ко мне часто обращаются в личку с тремя типичными вопросами все ли у меня хорошо куда я пропал и почему нет новых видео отвечаю у меня все отлично и я никуда не пропал просто сейчас работа над новой книгой приходится много писать много читать много думать текст книги объемный и сложный требует погружения очень хочу закончить ее концу лета а после этого вернусь в полной мере на канал есть новые идеи поэтому будет интересно а пока могу вам рекомендовать и в ежедневном режиме прочтение сайт альтернатива его новостная лента поможет вам быть в курсе всех важных событий а статьи дадут понимание происходящего и ведь не случайно каждый раз видео начинают с упоминание альтернативы там много важное нужно и интересная информация а если вам необходим именно я то отправляю вас на мою страничку вконтакте или подпишитесь на мой телеграм-канал там вы найдете мои ежедневные короткие комментарии к текущим событиям и посты на разнообразные темы ну а теперь что касается сегодняшней беседы предупреждаю сразу то о чем я сегодня вам поведаю у многих вызовет отвращение и возмущение однако я бы вам рекомендовал взглянуть на все о чем я расскажу примерно так как смотрит энтомолог на уродливых паучков тыкая у них травинкой ну или как психиатр смотрит на своих пациентов без эмоций и искренним желанием понять что там у голове реальность очень многообразна в своих проявлениях и как мне кажется ее надо познавать не аффективно реагировать или морально нигдовать такое познание дает на дне власть а все эти истерики праведный гнев угрозы и страшные проклятия для неуравновешенных шизиков и неудовлетворенных дам повышать тон и объединять лексику стоит только тогда когда это целесообразно поэтому не надо брать пример с лёши навального особенно если у вас как у него претензия на роль спасителя отечества это я так плавно перехожу к сегодняшней теме вспомните как он вел себя на суде одна сплошная непрекращающаяся истерика местами алексей аж захлебывался переполнявшими его эмоциями так обычно реагирует на святотатство истово верующий такое ощущение что было бы его воля живыми из зала суда никто бы не ушел я его не осуждаю скорее пытаюсь понять причину его переживаний здесь явный когнитивный диссонанс устоявшаяся я концепция вождя позиции внезапно столкнулась с реальной действительностью и это реальная действительность тяжелым катком проехалась по этой я концепции произошло то что по мнению лёши произойти в принципе не могло отсюда и данная экзальтация густо замешана на пафосе возмущения неправильностью реального ведь все не такое каким бы оно должно было быть вот что его бесит давайте заглянем я концепцию вождя кто такое алексей навальный для алексея навального он вестник истины носитель добра и справедливости он очень влиятельная фигура на западе он великий борец с мерзким преступным режимом а еще он четко видит как ему противостоят отвратительные холуи этого преступного режима ну и его израненную душу очень сильно возмущает миллионы тварей и равнодушных к его величию и святой борьбе но и это еще не все кроме упомянутых мерзавцев и подонков существует псевдо оппозиция отбирающая него сторонников а также тупое недееспособное уличное малолетнее быдло которое не может нормально поддержать великое дело борца с российской коррупцией да и с заграничными спонсорами а также ближайшими соратниками вождя тоже не все так просто лишь ведь знает что это еще те твари а теперь представьте как бедному человеку жить в рамках такой я концепции со мной стороны великий светоносный герой с другой масса мерзких тварей окружающих его со всех сторон что в итоге в итоге вся воспринимаемая навальным реальность накрывается выкатывающимися из его души флюидами ненависти и презрения ненависти и презрения к той разнообразной отвратительной мерзости которая тотально заполонила сектор его личного восприятия поэтому вождя не по-детски колбасит истерика становится основным способом контакта с реальностью отсюда и это странное поведение в суде уверен что на толстом стекле ящика в котором он сидел остались следы его зубов поведение во время суда было крайне нецелесообразным для алексея может он это и понимал но не мог лёша с собой справиться страх ненависть и презрение по отношению к окружающим оказались сильнее здравого смысла как я уже сказал истерика для него стала основным способом контакта с реальностью если честно то у меня не было ни малейшего сомнения в том что мальчик который выжил причем аж трижды неизбежно сядет дело не в нем а той ситуации которая сложилась он вышел за рамки отведенного ему политического ареала поэтому был обречен на посадку и это понимали все участники событий кроме него потому что чувство собственного значимости сделай его неадекватным но меня интересует не сама ситуация с навальным тут все понятно интересно не у это интересно то как люди типа лёши воспринимают простой народ в контексте своей личной я концепции ней три основных элемента мерзкий преступный режим прекрасный вождь революционер и угнетенный народ отношения вождя с режимом понятны это некий взаимовыгодный симбиоз вождю нужен мерзкий режим чтобы занимать нишу революционной борьбы а режима нужен странненький вождь позиции чтобы дискредитировать всякую позиционность тут все понятно вот какое место в я концепции лёша занимает народ картину навальный и дети я видел но курс на политическую педофилию как раз и является следствием недопонимания между революционным блогером и народом который он вроде как пытается вырвать из путь тиранической коррупции сказки про мальчиша кибальчиша мелкота выкатила пулеметы и пушки на огневые позиции когда отцы и старшие братья полегли в бою с буржуинами а в нашем случае отцы и старшие братья живы здоровы сидят дома и на революционные фронты не собираются поэтому связка между революционно баррикадным вождем и народом явно провисает как легендарные сиси навального получается что сисян гораздо ближе к преступному режиму чем угнетенному народу но а совсем хорошо ему лишь с американцами британцами и нерусами эта особенность не только навального но и всей западнофильно тираноборческой российской оппозиции в целом она обласкана режимом местами даже доведена им до оргазма а вот с народом у нее соотношение не складывается от слова совсем как тут не вспомнить владимира ильича всего сакраментальная мысль о том что у за круг этих революционеров и страшно далеки они от народа а главное будить либералом декабристом нынешних герцен я бы не рекомендовал потому что периодически возникает ощущение что если бы не тиран и его сатрапы то всю западнофильно тираноборческую оппозицию простой народ порубил быть теми топорами которым эта позиция его непрерывно зовет как это не звучит парадоксально но светлоликие либералы революционеры дай бог им здоровья боятся ватников гораздо больше чем путина это первое четко ощутила еще 2016 году в своей статье неверные псы путина ксюша собчак с ужасом констатировал что власть отвернулась от светлоликой интеллигенции и обратилась к темному презренному плебсу в итоге как-то не парадоксально возникло и непрерывно нарастает напряжение не между революционерами и тираном а между революционерами народом поэтому ватники и интересуются а то что сисян дедушку ветерана обидел может он не традиционной ориентации так мы ему ее быстро подправим а знаете в чем главный прикол дедушка этот если тупы еще не поняли и есть тот самый простой народ который вызывает ужас у светлоликих революционеров и вождь оппозиции этот простой народ публично унизил продемонстрировал к нему свою ненависть и презрение а тиран не стерпел такого бляха стал на защиту униженного и оскорбленного дедушки а по сути народа и в итоге лёша в истерическом припадке оказался на нарах вот и получается что россия уже не то и тиран уже не тот и революционеры тоже уже не те и народ не тот и если когда-то ватники веревки декабристом подрезали то сейчас если что они для навальнят стальные тросики припасут чтобы стопроцентная гарантия была поэтому официальная либеральная революционная молитва остается недосказанной глохнет она сразу после мастурбационных от во славу прекрасного запада и коллективных проклятий в адрес мерзкой тирании народ в игноре о нем ни слова а почему а потому что народ сытый возможно впервые за последние сто лет и ему плевать на прекрасно радужный запад с его крашенными страусинными перьями эпоха массового преклонения перед жвачкой и джинсами кока-колой и ста сортами колбасы безозвратно ушла потому что этим народ уже давно обожрался а подвесить на палку перед носом ватников больше нечего теперь великие ценности запада это гей-парады феминистки трансгендеры и афроамериканцы но этими ценностями в россии мало кого соблазнишь забугорная риторика позднего совка о том как все плохо в ссср уже не работает коварство тирана не знают границ даже в условиях санкций и пандемии внутри российской экономическая и социальная ситуация весьма не дурна особенно на фоне очевидного и нарастающего пушистого песца который не первый год бродит по европе и сша поэтому дошло до абсурда ватники хамски ружут не только над американскими лимитровными шавками восточной европы и постсоветского пространства и зашедшими на говно в припадках русофобии за обгладанную косточку с хозяйского стола но и самого града на холме его забавноевропейских неполноценных придатков такого хамства себе не позволял даже советские граждане их трогательным пиететом к америке и европе и что в этих условиях светлоликие либералы революционеры могут сказать ватникам да ничего могут их лишь проклясть по древнекаббалистической традиции а поэтому они предпочитают молчать лишь тихо перешептываясь у себя на кухнях во времена сталина потому что сейчас для них простой народ страшнее товарища сталина ну а самые смышленые из них уже пишут правильные манифесты понимая что их традиционные источники пропитания в сша и европе чахнут харчи надо искать дома на родине но это все происходит на высшем уровне западнофильного тираноборчества там где быковы альбации венедиктовы и прочие каспаровые еще не осознали сути происходящих изменений и мыслят категориями позднего совка в надежде на то что их заграничный хозяин вернется назначив их любимыми женами а вот в нижних слоях западнофильского тираноборчества царит несколько иная атмосфера там местным прогрессором адски страдающим от российской действительности терять нечего поэтому они абсолютно честно и даже безвозмездно криком кричат о том что разнообразные европеевы стесняются до конца внятно сформулировать из этого бесноватого крика в фекальных поддонах российского либертарианства такой нравственный смрад стоит что даже полпот в нем бы задохнулся но мы-то должны понимать истинную суть российского западнофильского тираноборческого прогрессивизма во всех его удивительных весьма экзотических формах мы-то должны понимать как светлолики реально к нам относятся поэтому проведу сегодня зажав нос ознакомительную экскурсию по нижним слоям российского либертарианства дабы вы поочву увидели душевную клоаку с которой произрастает ветвистое древо прозападной оппозиции в чем на мой взгляд прелесть социальных сетей они дают возможность непосредственно изучать психическую действительность во всех ее проявлениях в социальных сетях можно наблюдать в реальном времени то чем люди живут о чем думают чего хотят что любят ну и что ненавидят а так как подобное тянется к подобному то индивиды инстинктивно собираются в сообщество на основе общих душевных позывов это существенно облегчает исследование и так все началось с того что одна из моих читательниц в контакте дала мне ссылку на страничку весьма занимательного персонажа как вы понимаете персонаж сей весьма условный это вероника такая же вероника как и майнангер данном случае не имеет значения кто это все персонаж как личность весьма примитивен и удивительно шаблонен но именно этой шаблонностью он и интерес самое главное в нем это его искренность он как уродливый паучок представляющий целый класс себе подобных на примере этой вероники мы изучим целый подвиг скажем так российской светлоликой интеллигенции и так индивид который скрывается под ником вероника майнангер подает себя публике в качестве анализатора русского народа но поток его сознание это что-то типа мастурбационного троллинга приносящего ему большое удовольствие вероника с написанием постов особо не парится она просто старается завернуть свои душевные переживания по поводу русских в максимально фекальную словесную оболочку набор смыслов и образов у нее предельно ограничен но вероника из-за этого не унывает она просто каждый раз их по-новому обсасывает но в процессе этого душевного троллинга все индивид предельно откровенно и методично рисует не только свой собственный психологический портрет но и шаблон восприятия русских истинными высококультурными либертарианцами европейского образца волею судьбы родившимися и живущими среди ватников вероника подчеркнуто позиционирует себя как человека принципиально ненавидящего русских и последовательно пропагандирующего идею неполноценности русского народа свой откровенный и примитивный расизм от которого она похоже кончает прямо за монитором монангер обосновывает идеи того что русские абсолютный антагонист европейских ценностей а ничего страшнее этого по ее мнению быть не может русские не такие как американцы и европейцы они организованы иначе них иные ценности и это главное преступление русских а раз русские не такие как американцы и европейцы то это означает по мнению вероники что они неполноценны свою очередь из этой неполноценности естественным образом по мнению вероники вытекает необходимость установления в россии западного колониального режима потому что тяга русских к воровству и коррупции не устранима потому что в русской среде с точки зрения вероники никогда не появится порядочный человек который сможет уничтожить коррупцию это в принципе невозможно поэтому управлять русским должны американцы и европейцы вы теперь понимаете почему после стажировки на западе вдруг появился лёша навальный и смело поднял на американские и европейские деньги знамя борьбы с русским варьем коррупции его великая миссия установление в россии западного колониального правления с целью наведения на ее территории порядка по американскому и европейскому образцу это логика светлоликих это то о чем со времен ельцина мечтает все светлоликие российские либертарианцы и тираноборцы при этом они с упорством олигофренов игнорируют тот очевидный факт что вся государственная система сша представляющая собой олигархию не просто пронизана воровством и коррупцией а целенаправленно столетиями выстраивалась под них чтобы не быть голословным приведу пару ярких примеров 2013 год в американской прессе разгорелся скандал связи с таинственным исчезновением 100 миллионов долларов для 125 центров по обучению трудных подростков деньги пропали но никто в связи с этим не был привлечен к ответственности никого даже не задержали было 100 миллионов и бесследно исчезло умные светлоликий либерал западофил такие среди них тоже встречаются не станет отрицать коррупцию на западе но он эмоционально нам возопит да она есть то но ее масштабы и по сравнению с российской ничтожны какие-то несчастные 100 миллионов на фото многомиллиардных бюджетов это же просто ничто эти светлоликие американские и европейские господа если и воруют то делают это редко и в очень незначительных масштабах потому что в отличие от российских чиновников они даже когда воруют непрерывно думают о благе своих народов но давайте на минуту отвлечемся от страстной веры наших либеральных западофилов и посмотрим что там с масштабами воровства и коррупции в благословенном англосаксонском мире ой не поверить но в туманном альбионе из почти 30 миллиардов долларов сша потраченных правительством на борьбу с коронавирусом всего один процент был потрачен соблюдением надлежащих правил конкурентных закупок иначе говоря 29 миллиардов долларов казенных денег было израсходовано славными британскими чиновниками без соблюдения правил конкурентных закупок то есть говоря простым языком за откаты чиновники сделали госзакупки в обход установленных правил сколько при этом было украдено сказать сложно но счет идет на миллиарды ну не будем нагнетать идем дальше а дальше оказывается что на данный момент соединенные штаты являются ключевым элементом современной мировой клептократической системе потому что внезапно выяснилось что главным рассадником анонимных и подставных офшорных компаний является не панама не каймановые острова и даже не швейцария с богамами а американский доллар именно на его территории работают офшор отмывающие преступные деньги а знаете почему потому что сша можно не идентифицировать настоящих владельцев офшорных компаний поэтому международные преступные группировки торгующие людьми оружием и наркотиками так полюбили американский делавер а этот штат свою очередь на офшорном бизнесе делает четверть своего годового бюджета но не будем нагнетать и идем дальше тем более что до этого момента были лишь цветочки а теперь начинаются ягодки 2014 год генеральный инспектор государственного департамента сша стив линик сообщил публике о том что из-за отсутствия контроля в его ведомстве непонятно куда пропало не шесть тысяч не 60 тысяч и даже не 6 миллионов а 6 миллиардов долларов 6 миллиардов карл но этот интересный коррупционный факт не самый впечатляющий в клиптократической системе сша светлолики американские господа никогда не мелочатся и всегда мыслят с размахом именно поэтому пентагон по масштабам разворовывания своего бюджета уверенно обошел госдеп с его жалкими 8 миллиардами пропавших долларов бравые американские вояки недолго думая стырили за 25 лет честной службы 8 с половиной триллионов долларов 8 с половиной триллионов не миллиардов а триллионов карл первая робкая попытка аудита этой славной структуры мгновенно выявила пропажу астрономических средств простые американцы в ярости в то время как их правительство сокращает продовольственные талоны для внимания 47 миллионов нищих и голодных американских граждан в пентагоне бьются в припадках истерики по поводу урезания военного бюджета из которого потом нагло тырится триллионы долларов а как все это воспринимают простые американцы что они думают по этому поводу в 2015 году гэлла провел очередной опрос который показал что 75 процентов жителей сша видят повсеместную коррупцию в органах государственной власти при этом за последние десятилетия мнение подавляющего большинства относительно коррупции особо не менялась вот сижу и думаю а что теперь делать с американской системой жуликов и властью воров как победить непобедимую легендарную американскую клиптократическую систему ведь сами американцы этого сделать не могут может россия вместе с китаем стоит вести на американской территории прямое колониальное правление ведь как-то же надо спасать американский народ я уверен что лавров сможет навести порядок в госдепе а шойгу в пентагоне у меня вопрос почему вашингтон вкладывает сотни миллионов долларов в борьбу лёши навального с российской коррупцией и ни цента не дает на борьбу с американской клептократической системой захватившие правительство сша где американские лёши навальный где кромкие расследования где мощные акции протеста американских студентов и школьников по поводу стыренных жуликами и ворами триллионов долларов почему в америке стоит такая гробовая тишина по этому поводу почему все силы американских чиновников госдепа стыривших 8 с лишним ярдом зелени брошены на борьбу с российской коррупцией может будет честнее если они сперва друг дружку пересажают за воровство конечно же наших светлоликих либеральных западофилов подобные факты ничего не убедят они дальше будут пламенно верить в чушь о том что на западе коррупции и воровства нет а если они там и есть ну иногда то в мизерных масштабах их можно понять ведь на идиотской мифе а честно чисто невинном справедливом гуманном культурном цивилизованном и благостном западе зиждется их квазирелигиозный культ поклонения европе и сша развейте этот миф разрушите это идолопоклонство и наши светлоликие либералы начнут выбрасываться из окон многоэтажек утратив смысл своей жизни ну или писать пафосные манифесты в духе богомолова но не будем нагнетать и продолжим изучение того образа русского народа который сформировался у наших светлоликих либеральных западофилов о чем там еще вещает наша славная вероника смело наплевав на факты и объективную реальность она свято верит в то что русские живут в тоталитарном режиме что они на всех непрерывно нападает что постоянно угрожает цивилизованному миру ядерным оружием стремятся к экспансии не проявляют реками малейших признаков развития и цивилизованности а самое страшное русский мир не может не распространять свои отвратительные миазмы неся другим народом лишь кровь слезы нищету насилие унижение бесправия рабство и отсталость да у запада были свои колониальные империи но оказывается эти империи империи добра оказывается эти империи прекрасны ибо несли и несут колониальным народом лишь хорошие особенно понравился коммент благодарного читателя вероники счастливо мигрировав шо в сша из проклятой россии в нем антоха вестман излагает свое озарение относительно причин яростного сопротивления русских гитлеру оказывается они сражались с нацистами потому что те хотели их приучить к трезвому образу жизни дисциплине порядку и чистоплотности а я то глупый полагал что русский солдат защищал дедушку и бабушку этого вестмана чтобы они числе еще 6 миллионов его соотечественников не оказались в газовых камерах лагерей смерти построенных немецкими цивилизаторами приводящими вестмана такое трепетное восхищение ну да бог с ним с этим вестманом давайте кратко пробежимся фактами по бреду которым светлолики подменяют себе реальность начну с упомянутой агрессивности и экспансионизма на момент 2017 года существуя на белом свете 239 лет соединенные штаты непрерывно воевали 222 года это 93 процента всего времени их существования если верить подсчету англоязычной википедии то в целом соединенные штаты принимали участие в 211 войнах практически все они были экспансионистскими грабительскими и захватническими если бы американцы не вели непрерывную агрессивную политику то вполне могли бы 200 лет мирно жить и защищенные от потенциальных врагов двумя океанами на фоне 200-летнего американского психопатического бешенства россия долгие столетия окружена со всех сторон разнообразными агрессивными соседями выглядит предельно миролюбивым государством помните за что американские власти хотят репрессировать джулиана ассанджа за то что он опубликовал две видеозаписи на которых видеокамеры двух ударных вертолетов армии сша запечатлели сознательный расстрел американскими пилотами мирных безоружных иракцев среди которых были и дети при этом скандал разразился только потому что под американские обстрелы попали корреспонденты агентства рейтерс им очень не понравилось что американцы убивают людей ради развлечения кому интересно как американские военнослужащие уничтожали в ираке гражданских могут зайти вот на этот сайт и почитать документы к этому стоит добавить что за годы американской агрессии в ираке американцами было убито 80 тысяч мирных жителей сколько же американцы убили по всему миру мирных жителей ничего не повинно можно лишь гадать однако вернемся к представлениям наших светлоликих либеральных западофилов о русском народе с их точки зрения русский иван ленивый и бездарный нищеброд который знает что живет хуже европейца американца и японца аж на несколько порядков но при этом не пытается полюбить труд стать талантливым и богатым а просто лжет по поводу трудолюбивых гениальных и богатых народов тут на днях по поводу того насколько лучше русского ивана живет американский джон сообщил лично джо байден цена бездействия высока и она растет с каждым днем кризис ускоряется на этой неделе еще 900 тысяч американцев подали заявление на пособие по вот только дедушка трындит в сша не могут себя банально прокормить не 30 миллионов граждан а 49 миллионов это не я утверждаю это официальная американская статистика чтобы не повторяться я просто отправляю вас 79 видеоматериал в котором детально описывают то насколько хорошо в америке живут десятки миллионов простых американцев если вы его не смотрели то посмотрите вас ждут удивительные открытия ненависть светлоликой вероники к русскому народу на уровне физиологии она старается выразить свое презрение к нему длинными чувственными предельно эмоциональными описаниями она пытается подать свое отвращение к русским как можно более выпукло и осязаемо чтобы читатели мог не только понять но и почувствовать как вороника истово и глубоко ненавидит русских чтобы точнее описать свои чувства она с удовольствием шествует по лестницам подъездов пропавших мочой с упоением ездит в лифтах по щиколотку в дерьме с с наслаждением вдыхая запахи блевотины топят русских младенцев в загаженных сортирах и выгребных ямах в экстазе воспевает мир утопающий в фекалиях по своей сути поток сознания вероники это некое интимное откровение червя с наслаждением обитающего в навозной куче она с яростью проецирует особенности своей душевной организации на ненавидимых и ею русских и радостно шлепает ладошками по фекальным отложениям собственной души сгорая от ненависти к окружающему ее миру отсюда кстати и ее восприятие русских стариков чисто в духе лёши навального они для нее мерзкие создания насквозь пропавшие мочой потом старостью и дешевыми лекарствами но самое страшное их преступление это не их старость а то что они голосуют за путина какие основные выводы делает вероника на основании своих чувственных ощущений она уверена что русские неполноценны генетически и из числа светлолихих она не одна в этом уверена так примеру думает и такой известный тираноборец как виктор шандарович который убежден что в результате отрицательная селекции все россияне стали генетически неполноценными ненависть и презрение можно сказать прямо сочаться из души и истекает по клыкам а еще манангер уверен что всякий желающий стать человеком должен убить в себе русского при этом с восторгом вспоминаю о том как правильная швеция более 40 лет принудительно стерилизовала с ее точки зрения генетический биомусор как бы намекая на то как можно осуществить окончательное решение русского вопроса впрочем намеками наша светлоликая вероника страстно обожающие европу и сша не ограничивается о том что необходимо сделать с русскими она говорит открыто получая от этого удовольствие на грани оргазма по ее мнению глубоко уважаемый ею ельцин совершил одну очень большую ошибку он всем россиянам без разбора предоставила гражданские права и тем самым обрек прекрасную российскую демократию на гибель поэтому если либералы вновь придут к власти в россии они должны установить либеральную диктатуру светлоликая вероника убеждена в том что русской ватные мрази прав должно быть не больше чем у бешеных собак но карать надо по мнению вероники не только представители российской власти беспощадно карать надо всех кто так или иначе связан с этой властью и учителей не пускавших детей на митинге навального и полицейских пресекавших незаконные массовые акции погромы и конечно же либеральная диктатура должна лишить гражданских прав как можно большее количество россиян по мнению вероники как минимум три четверти всего население россии должны быть лишено гражданских прав после того как в стране будет установлена либеральная диктатура каким должен быть максимум она не сообщает но думаю счастливых обладателей гражданских прав будет при либеральной диктатуре немного она считает что в рамках этой диктатуры необходимо создать такие условия жизни при которых одна часть ватников вымрет а другая будет перевоспитана в концлагерях и тогда в конечном итоге россия превратится в обычную европейскую страну кто-то почитав подобные суждения может сказать что это лишь личное мнение какого-то неизвестного персонажа ну хорошо вот вам мнение известного либерального персонажа саши сотника он точно так же как и монангер не распространяет гражданские права на всех жителей россии и обещает после либеральной революции расстреливать всех неправильных россиян без суда и следствия причем обещать расстреливать не просто отдельных провинившихся а истреблять весь их рот очевидно до пятого колена изучая явно не здоровый поток сознания монангера состоящий из экскрементов мочи и блевотины пот и прочих выделений человеческого тела растворенных в ненависть и презрении я пытался обнаружить в нем хочешь что-то чистое и хорошее ведь не может же светлоликий эльф западофил только ненавидеть презирать и мечтать о чьих-то муках мне удалось обнаружить 5 вещей которые приводят монангера состоянии трепетного восторга во первых это великий прекрасный запад лице соединенных штатов и европы во вторых это валерия новодворская ум честь и совесть нашей эпохи в третьих борис ельцин самый великий правитель в истории россии подаривший россиян истинной свободы червертах это безоговорочная победа израиля в ходе шестидневной войны 1967 года особый восторг монангера привела то что израильские скрипачи вдруг стали войнами и лихо умертвили 20 тысяч врагов навсегда воссарившись на ближнем востоке в качестве нового лидера честно говоря понять откуда у этого персонажа такая любовь к израильским скрипачам воителям я так и не смог но слава богу что фекальных массах со своего сознания он смог обнаружить хотя бы такую же чужую и наконец объект его главного обожания это гомосексуализм количество постов трепетно защищающих идеалы лгбт в потоке этого сознания находится сразу на втором месте после ненависти к русским по сути гомосексуалы олицетворяющие в глазах монангера все самое лучшее является для него некой абсолютной противоположностью русских вобравших себя по его мнению всю мерзость мира первые это прекрасные эльфы вторые отвратительные орки именно поэтому с точки зрения вероники секрет богатства стран запада в их высоком уровне терпимости к лгбт оказывается чем выше этот уровень тем богаче страна неприятие лгбт а также навязываемая на государственном уровне ненависть к их представителям общая особенность отсталых стран третьего мира поэтому если либералы придут к власти в россии первое что они должны сделать это узаконить идеологию лгбт и безжалостно карать любые проявления гомофобии какие именно кары будут применяться либеральной диктатурой гомофобам монангер не уточняет но гомофобы как минимум окажутся в сточных ямах с главонными отходами любопытно то что через все посты вероники единым рефреном проходит мысль о том что русские ватники латентные гомосексуалы что они грязные и вонючие ксевдо гетеросексуалы лишенные культуры и по звериному совокупляющиеся в казармах и на зонах причем душевный вопль этот звучит не как оскорбление а как яростное презрение к тому кто тебя предал монангер как бы говорит мерзким ватникам я вас мог бы полюбить но ведь вы притворяетесь натуралами и меня отвергаете периодически вообще возникает ощущение что главное преступление грязных вонючих ватников заключается в их гетеросексуальности которую монангер не желает верить считая их псевдо натуралами отвергающими из-за своего скотства его чистую любовь и тут возникает вопрос не слишком ли сильно в эмоциональном плане залипла на русских ватниках юная лесбиянка уже давно проживающая стокгольме и получающая там образование престижным и дорогом университете но не похрен ли ей те ватники в далекой россии ненависть обратная сторона любви но не ее противоположность противоположностью ненависти как и любви является равнодушие милая девочка лесби из швеции забыла бы о страшной россии и отвратительных русских псевдо натуралах через неделю после своего приезда в благословенную европу мы так устроены от этого никуда не деться но наша славная вероника уже лет десять неутомимо строчит посты о том как она ненавидит россию или презирает русских причем все это время она себя позиционирует в качестве студентки забавно выглядит это что за все эти годы ни разу не рассказала о своей жизни в швеции ни разу не запустила ни одной фотографии сделанной в благополучной европе и ни разу не тиснула ни одной фотки с какой-нибудь сладкой шведской девушкой возьмем к примеру блогера толю шире я сидя в европе он непрерывно троллит свою аудиторию фоточками своей богатой и счастливой европейской жизни чтобы поклонники завидовали а враги мучились а тут такая ненависть к ватникам и ни одной мучительные для них фотки своего лесбийской европейского счастья меня широко улыбнуло когда я посмотрел увлечение нашей славной вероники ее музыкальные и литературные предпочтения почему потому что такую музыку нынешние 20-летние девочки не слушают и таким книгам даже если они их и читали предпочтение не отдает только весьма не умный чувак видящий девушку лишь по телевизору может назвать себя 23-летняя девочка но при этом выставить музыкальные и литературные предпочтения мужика возраст которого судя по этим предпочтениям подкатывает к 50-ти годам а его полтиннике кроме всего прочего свидетельствует его глубокая погруженность советскую реальность чувак как минимум успел захватить своим несчастным детством закат совка которую он так страстно до дрожи ненавидит вот и получается что наша вероника монангер это точно не вероника но точно монангер ежедневно сидящие в описи четко до 6 часов вечера чем делает он это не в швеции а в российской глубинке например стерлитомаки почему именно там ну во-первых у него посты публикуются четко с 5 до 6 вечера по москве это у него конец рабочего дня но для швеции это слишком рано точно так же как и для московского часового пояса а вот если опубликовать посты часовом поясе стрелитомака то получается в самый раз 7 вечера 6 закончилась работа а всем наш славный монангер уже дома строчит посты проватников еще это болезненная зацикленность на российской чернухи бытаухи его ненависть не поднимается на уровень кремля и большой политики потому что они где-то там далеко он и яростно сражается с тем что здесь рядом на бытовом уровне его повседневной жизни он плавает внизу во гребных ямах между утопленными русскими младенцами для нашего славного монангера максимальная заграница это санкт-петербург которым ему когда-то посчастливилось побывать а теперь оцените ситуацию стилитомак старейший гомосексуал живущий с мамой в старой хрущевке нелюбимая работа интимная жизнь наедине с порно сайтами а вокруг сплошной массой русские ватники натуралы монангера считает себя очень утонченный культурной и развитой личностью он слушает весьма специфическую музыку не для всех читает хорошую литературу и мечтает а необычной в его краях любви а со всех сторон ватники которая слушает российскую попсу не читают книг совокупляются по простому с бабами и при этом мерзко по любому поводу ржут над геями и наш одинокий утонченный ценитель изысканной музыки литературы и нетипичных чувственных переживаний живет во всем этом буйстве русской жизни самого рождения но при этом он чужой на этом празднике жизни причем ему уже под полтинник а изменить что-либо своей жизни он не может у него даже секс с монитором и это не смешно это трагедия это душевная пытка маленького человека растянутая на долгие годы отсюда это его отчуждение от всего что его окружает отсюда его ненависть к миру которому он обречен существовать отсюда и все это болезненное фекальное восприятие реальности отсюда это ненависть квадником псевдо натуралом и все что ему остается это бунт бессмысленный и беспощадный ему надо выплескивать свою ненависть получать эмоциональную разрядку его страничка вконтакте и его паблик это его личная война против русских которых он ненавидит против россии которую он мечтает разрушить отсюда этот поток примитивной но яростной русофобии и свои скажем так жопные переживания он трансформирует твою форму российской политической идеологии его не понимают и его не хотят и он за это мстит фантазии о либеральной диктатуре как там у губермана пусть плачут те кому мы не достались пусть сдохнут те кто нас не захотел так сейчас рождается революционная идеология или вы думаете что на западе разнообразные анально-генитальные общественные организации приобретают политическое влияние совершенно случайно наш монангер буревестник лгбт революции в форме расистской русофобии наша эпоха это эпоха восстания до предела упрощенных масс именно поэтому идеология этого восстания идет не от ума а а прошу прощения от жопы а расизм строится уже не только на и нисколько на цвете кожи сколько на гендерных ощущениях сексуальных ориентациях эстетических предпочтениях человек упрощается и человеческие массы начинают сбиваться организованное целое на основании физиологических влечений психопатологических отклонений эстетических ощущений и просто из-за цветной дифференциации штанов наши светлолики либерально-западофильные тираноборцы четко встраиваются в общий тренд восстания западных меньшинств у каждого нынешнего российского революционера по-своему образно говоря изранена жопа но единая идеология ненависти к ватному большинству и его государству превращают разношерстных революционеров на смысловом и политическом уровне в единое монолитное целое как пример ближайшие боевые соратники манагера из комментов к его постам я выбрал несколько из них достаточно чтобы понять в каком ментальном и едином бульоне варится потенциальный революционер девушка лиза как она сама написала 27 лет назад ее выдернули из для того чтобы она гнила она очень хочет чтобы нато спасло россию а ватники коллективисты и гомофобы стали радиоактивным пеплом ну и чтобы не было никаких полов в общем девушку все это что интересует лизу философия и этика которые негативно оценивают начало жизни и считают размножение людей не этичным еще ее волнует психическое здоровье гомофобных мужчин а также тема убийств и мучительной смерти без проглядной тьме идем дальше сара левина аккерман по ее признанию она феминистка лезвиянка child free еврейка социалистка антифашистка культурная марксистка поддерживает лгбт и уничтожает западную цивилизацию это стек но в каждой шутке есть доля шутки если честно то мне энергичная сара нравится больше чем готовая повеситься лиза да и набора приписываемых ею себе характеристик не может не впечатлять особенно их бессмысленное сочетание примерно так сейчас на западе выглядит лево-либеральный движ на уровне продвинутых анимешных малолеток это уже такой новый тип мышления мемный текста нет книги идут нахрен ибо устояли есть лишь картинки с короткими сообщениями формате смс ки я так понимаю мемчики это некая упрощенная производная манги которая позволяет поколению взращенным на компьютерных играх обмениваться важной информацией не прибегая к большим и сложным текстом очень удобно вся социал-демократия к примеру у них умещается в небольшом наборе ярких мемов но идем дальше на закуску расово правильная эстонская вуди морган которая уверена что россия может стать относительно нормальным государством если ею будет управлять европейская элита в виде белых господ колонизаторов при этом русские по мнению морган неисправимы на генетическом уровне а поэтому их можно лишь закопать вуди мыслит широкими мазками расового превосходства поэтому в ее представлении не только все русские женщины но и все восточнославянские женщины позорные проститутки а еще вуди не понимает почему русские называют прибалтов проебалтами она думает что это потому что прибалты не остались в лоне русского мира подобная интерпретация выглядит странно если учитывать что русские так называют прибалтов только потому что они проебали свою государственность экономику которую построили русские за годы оккупации а сейчас методично проебают путем депопуляции свое коренное население оказавшиеся то ли в лоне то ли в ином пикантном месте евросоюза при этом вуди вряд ли скажет из каких источников наполняется большая часть бюджета истории несмотря на исключительную расовую правильность эстонцев очевидно позволяющие им призрительно смотреть на чернокожих американцев обожающих жить на пособие если вы обратили внимание все упомянутые мною сегодня индивиды не имеют практически ничего общего их не объединяет какая-то благородная идея они почти на все вещи смотрят по-разному у каждого из них своя особая ущербность своя недотканность свои тараканы в голове но весь этот чувственный эклектизм соединяется в некое единство фанатичного преклонения перед западом и ненависти к россии и русским причем это преклонение и ненависть не на нравственном или интеллектуальном уровне как это когда-то был а на уровне пениса ануса и вагины нередко переделанных одно в другое вся русофобская революционная энергетика опускается ниже живота и спины концентрируясь в местах нечистых и срамных а потом источается оттуда липкой и пахучей слизью физиологической ненависти это некая животная революционность и даже не животное а инфернальное это что-то вроде революционности бесов как там у федора михайловича помните они первые были бы страшно несчастливы если бы россия когда-нибудь вдруг перестроилась хотя бы даже на их лад и как не вдруг стала безмерно богата и счастлива некого было бы им тогда ненавидеть не на кого плевать не над чем издеваться тут одна только животное бесконечная ненависть к россии в организм въевшиеся и никаких невидимых миру слез из под видимого смеха тут нету никогда еще не было сказано на руси более фальшивого слова как про эти незримые слезы а